Здравствуйте! Сегодня мы решили разобраться, для чего нужна подвеска автомобиля. Издавна она была предназначена, в первую очередь, для того, чтобы сделать перемещение на автомобиле максимально комфортным. Другими столами она выступала в качестве прокладки между дорогой и телом тех людей, которые сидели в машине, позволяя, если не полностью загасить, то хотя бы смягчить колебания, передаваемые неровностями дороги, на кузов автомобиля. В незапамятные времена, когда основным и единственным средством передвижения был гужевой транспорт, вряд ли кто-то подозревал о существовании такого понятия, как комфорт в поездке. Колеса, каэт и телег жестко крепились к кузову, поэтому говорить об удобстве пассажиров особо не приходилось. Да, пожалуй, говорить во время езды в принципе не рекомендовалось, из-за опасности лишиться зубов на кочках. Оздоровлению в стоматологической ситуации способствовало изобретение демпфирующих кожаных ремней, с помощью которых карета подвешивалась над колесами. Ухабы проселочных дорог и городские мощеные мостовые преодолевались более мягко, но в то же время шансы перевернуться были более чем велики, слишком большими были крены. Позже на смену ремням пришли рессоры, весьма положительно сказавшиеся на устойчивости кареты, которые, собственно, по наследству и перешли к первому автомобилю. А уж затем появились знакомые современным автолюбителям пружины и амортизаторы. И чем дальше, тем сложнее становились детали и механизмы подвески. Постоянные менялись и модифицировались вместе с изменяющимися автомобилями. И сегодня подвеска отвечает не только за комфорт перемещения пассажиров, но и за такие немаловажные вещи, как управляемость и, естественно, безопасность самого автомобиля. В нашей сегодняшней программе мы поговорим об эволюции такой важной части машины, как подвеска. Первые автомобили имели зависимую подвеску. Это когда два колеса одной оси жестко связаны между собой балкой. Такая конструкция нам даже зрительно знакома по тому, что мы раньше встречали на каретах. Ведь производители первых автомобилей не имели практически никаких наработок. Поэтому им приходилось ориентироваться на те варианты, которые встречались раньше на гужевом транспорте. Но с увеличением мощности и с ростом скорости стало понятно, что такого рода подвески долго не задержатся на автомобильном рынке. Ведь у них были серьезные недостатки. Такие, как сложность компоновки, ограниченные ходы работы и, соответственно, плохая управляемость. Поэтому люди задумались о том, как можно этих недостатков избежать. Но технологически они не готовы были еще перейти на другой уровень. Поэтому появились варианты, которые мы сегодня называем обходные. Такие вот, как этот. Гоночный ДЛЕ с независимой рессорной подвеской. Здесь вместо двух продольных одна поперечная рессора, которая связывает колеса, но не жестко. К тому же здесь есть возможность изменить жесткость самой подвески. Для этого здесь предусмотрены вот такие вот специальные устройства. Революция в автомобильном мире произошла в начале 20-х годов прошлого столетия. На парижском автосалоне 1922 года марка Лянча представила модель Лямбда. Первый в мире серийный автомобиль с независимой передней подвеской. По легенде, за пару лет до этого события основатель фирмы Винченцо Лянча ехал на автомобиле со своей матерью. И на одном из ухабов у его автомобиля сломалась передняя рессора. Эта неожиданная поломка чуть было не привела к аварии. И по возвращении Винченцо дал задание своему конструкторскому бюро разработать для автомобиля независимую переднюю подвеску. Через несколько месяцев ему на стол легли аж 14 вариантов такой подвески. Лучший из них выбрал сам Лянча. Впрочем, существует и еще одна версия. Говорят, что подвеску придумал сам Лянча. Глядя на качающийся на волнах пароход. Как бы то ни было, конструкция оказалась простой, надежной и настолько удачной в целом, что ее начали применять в своих автомобилях и другие фирмы. Но случилось это уже сильно позже. Тогда же большинство автопроизводителей сочли разработку итальянцев слишком сложной и на какое-то время о такой подвеске забыли. В случае с независимой подвеской колеса одной оси не связаны между собой и перемещаются в вертикальной плоскости независимо друг от друга. Такая подвеска обходится производителю существенно дороже, зато управляемость автомобиля ощутимо улучшается. Чуть позже, в середине 30-х годов минувшего века, различные производители независимо друг от друга приступили к производству прочных и надежных двухрычажных подвесок. Естественно, они обкатывались на гоночных треках того времени, в частности на автомобилях Auto Union. Поперечные рычаги крепились либо на жесткой балке в поперечине подвески, либо на кузове. Либо верхние рычаги на кузове, нижние на поперечине. В схеме из двух рычагов поперечина изолирует кузов от дорожных шумов, откуда она и получила название Silent Block. Кроме того, она снижает вибрации, передаваемые от дороги на кузов автомобиля. Двухрычажная подвеска с коротким верхним и длинным нижними рычагами обеспечивает минимальное поперечное перемещение колеса. Вредные, кстати, для боковой устойчивости автомобиля и вызывающие быстрый износ шин. А также незначительные угловые перемещения при ходе вверх и вниз. К сожалению, при всех своих достоинствах двухрычажная подвеска имеет пару существенных недостатков. Это высокая цена и сложность производства, что, в общем, закрыло этому типу подвески дорогу в мир массовых, а значит, доступных автомобилей. Зато эта подвеска пользуется популярностью у производителей спорткаров и у представителей большого автомобильного спорта, ведь там за ценой стоять не принято. Ведь незамысловатая, на первый взгляд, конструкция двухрычажки позволяет изготавливать все ее элементы из легких материалов, таких как алюминий или даже карбон, что существенно снижает неподрессоренные массы, а следовательно улучшает управляемость, что особенно ощутимо на высоких скоростях. Поэтому нет ничего удивительного в том, что большой автомобильный спорт давно и прочно подсел на двухрычажные подвески. И лишним тому подтверждением могут служить эти два болида королевских гонок разных годов производства. Именно по причине дороговизны двухрычажной подвески подавляющее большинство современных автомобилей оснащаются амортизационными стойками типа Макферсона. Свое название данная подвеска получила в честь создателя, американского инженера Эрла Стилла Макферсона. Конструкция подвески состояла из амортизатора, который в верхней точке крепится к кузову, а нижней частью к колесу. В верхней точке крепления воспринимаются силы во всех направлениях, которые со своей стороны вызывают нагрузку штока на изгиб. Нижний рычаг в большей степени играет роль направляющего элемента и нагружен меньше, чем стойка. Важную роль играет и стабилизатор поперечной устойчивости, который противодействует кренам кузова и повышает устойчивость автомобиля под воздействием боковых сил. Впервые такая схема появилась на автомобиле в 1950 году на модели Ford Consul. Благодаря простоте конструкции и компактности она получила широкое распространение на переднеприводных автомобилях, где поперечно расположенный двигатель и трансмиссия занимали практически все подкапотное пространство. Классическая двухрычажная подвеска сюда уже никак не влезала. Конечно, так было не всегда. Звездный час шотландца Макферсона настал только после топливного кризиса 1973 года. Подорожание бензина вызвало всплеск спроса на компактные экономичные модели с передним приводом. А последний, как оказалось, плохо совмещается с бывшей тогда в фаворе у автопроизводителей пружинной двухрычажкой, которая, кроме того, обходилась почти в два раза дороже за счет лишних деталей. Ведь если смотреть в общем, то подвеска типа Макферсон – это гениальное конструкторское решение. У нее есть куча положительных характеристик, такие как простота, небольшое количество деталей, малые подрессоренные массы и дешевизна в разработке и в установке. Но есть и существенные минусы. В зависимости от условий движения меняются характеристики этой подвески, что очень плохо сказывается на управляемости зачастую. И все усилия, которые воспринимает на себя подвеска, она передает на брызговик лонжерона автомобиля, что увеличивает уровень шуму в салоне и что, собственно, снижает прочность самого кузова. Но, тем не менее, плюсы, такие как дешевизна, остаются в приоритете. Поэтому эта подвеска до сих пор пользуется большой популярностью, особенно на автомобилях бюджетного класса. Говоря о подвеске, нельзя не сказать о еще одной ее разновидности. История активных подвесок насчитывает не один десяток лет. Начало их применения ознаменовало приход качественно иной эры в комфорте и управляемости. Законодателем мод на гидроподвеске стал французский Ситроен. В середине 60-х годов 20-го века компания приступила к выпуску машин с гидравлическими подвесками. Первой моделью стал знаменитый Ситроен Диэс. Автомобиль оснащался передовой гидроподвеской и отличался несравнимым с другими автокомфортом и плавностью хода. Именно его успех подполкнул остальные автомобильные концерны на разработку и внедрение таких подвесок. И в течение следующих лет на суд потребителей было представлено множество подобных Ситроену разработок от мировых автопроизводителей. Прогресс не заставил себя долго ждать. И к началу тысячелетия умные подвески стали совсем обыденным делом даже на автомобилях средней ценовой категории. Но если раньше во главу угла гидро- и пневмоподвесок был поставлен комфорт, то сегодня у автомобилей с модными активными элементами в подвеске другие прелести. Отсутствие сильных кренов кузова и возможность изменения дорожного просвета, регулировка жесткости хода амортизаторов и так далее. Кстати, первая по-настоящему активная подвеска появилась на болиде Формулы 1 Lotus 92 в 1983 году. А ее реальный работоспособный вариант удалось создать только через 4 года. Увы, по нынешним техническим регламентам Формула 1 активная подвеска запрещена. Однако усилия конструкторов не пропали даром. Активная подвеска, по крайней мере, большинство ее элементов, управляемая мощным бортовым компьютером, постепенно проникает на серийные образцы гражданских моделей. На автомобилях Mercedes последних лет появилась автоматическая пневмоподвеска Airmatic. BMW предлагает активную подвеску Dynamic Drive. А уж о Citroën и говорить нечего. Французы уже более 50 лет оснащают автомобили гидравлической подвеской с изменяемым клиренсом Hydroactive. Похоже, в обозримом будущем активная подвеска в автомобиле станет таким же привычным явлением, как сегодня стал ABS. В техническом плане конструкция активной подвески довольно сильно отличается от традиционной схемы. Если в привычном автомобиле все дорожные изъяны передаются на автомобиль через амортизаторы, трассионы, пружины, рессоры и все остальное, что, в общем, представляет собой пассивное устройство, то в машине, оборудованной активной подвеской, все нагрузки воспринимает на себя пневмо, гидро или комбинированная стойка. Она представляет собой пневматический, гидравлический или, соответственно, пневмо-гидравлический баллон, заполненный газом или жидкостью. В некоторых устройствах производители совмещают обычные амортизаторы и газовую стойку. В этом случае амортизатор помещен внутрь пневматической стойки. Такая конструкция внутри представляет собой сложную схему из множества клапанов, перепускных каналов и управляющей электроники. Газ или эксплуатационная жидкость в амортизаторы подается из-под капотного пространства с помощью специальных компрессоров. Понятно, что вся подвеска находится под большим давлением, но именно оно как раз и позволяет в случае необходимости менять положение амортизационного штока подвески, тем самым увеличивая клиренс, что, собственно, важно на плохих дорогах. Главное достоинство активной подвески – возможность полной интеграции в компьютерную сеть автомобиля. Это значит, что в любой момент можно увеличить или уменьшить рабочее давление в подвеске, всего лишь нажав на клавишу и тем самым изменив плавность хода. Кроме того, умная подвеска может сама корректировать свою жесткость в зависимости от дорожных условий, а будучи завязанной с прочими электронными помощниками, препятствовать возникновению клевков и приседаний кузова, а также страховать от опрокидывания. Классическая же подвеска таких достоинств лишена. Для внедорожников активная схема подвески – вообще необходимая вещь. Несмотря на то, что пока стоимость гидропневмоподвесок остается высокой, автопроизводители не только не отказываются от ее применения, но и продолжают совершенствовать существующие устройства. Уже сегодня на некоторых автомобилях жесткость подвески регулируется не путем изменения давления в гидросистеме, а, например, с помощью электромагнитов, размещенных вокруг рабочего механизма. Как это возможно? Очень просто. В гидравлическую жидкость стоек добавлены частицы карбонильного железа. И, изменяя их на магничность, можно варьировать характеристики подвески. Как мы видим, день ото дня функции подвески становятся все более обширными, а сама подвеска все более замысловатой. Но на сегодняшний день еще не существует оптимальной для всех типов и классов автомобилей конструкции этого узла. Так что конкурентная борьба в этой области не только продолжается, но и набирает все большие обороты. Так что самое интересное еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин